Дорогие друзья, всем привет! С вами Крафцев Сергей, он же доктор Крафцев, и вы на канале фитнеса, медицины и психологии. Сегодня мы будем говорить про психологию, а точнее про психологию, которую мы будем изучать через фильмы. И сегодня наш фильм это американский психопат. Намеренно не буду вставлять никаких ставок, с ним у ютуба всегда какие-то проблемы. Вы послушайте меня, потом пересмотрите фильм, и я думаю, что все будет классно. Очень быстро расскажу вам, какую, в общем-то, так скажем, с точки зрения психологии, да, раскрытия персонажа, какую нагрузку несет этот фильм. Стругайте огурчики, кипятите чайничек, будет интересно, а может быть и настолько быстро, что огурчики не пригодятся. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начинается фильм с того, что, соответственно, человек едет в красивой машине. Чуть позже он будет обмениваться визитками со своими товарищами. И посмотрите, как он реагирует на визитки. Казалось бы, почти одинаковые визитки на этом фильме делаются упор, но они из разной бумаги. У него там бумага не такая крутая, как у другого его товарища. И где-то, ну, не помню, к середине фильма или к одной трети фильма он топором нахрен разрубает своего этого товарища, тоже, скорее всего, нарцисса. И, соответственно, в чем суть? Здесь, в этом фильме, мы видим не просто нарциссизм. Мы видим, как нарциссическое расстройство личности перерастает в социопатическое или психопатическое. Ну, насчет этого можно поспорить и поговорить, какой из. На мой взгляд, там все-таки неприкрытая социопатия. По поводу терминологии, опять же, уточню, недавно снимал выпуск, кто не смотрел. Мы условно разделили психопатию и социопатию. Почему мы так сделали и нарушили правила DSM в каком-то смысле. Все в выпуске, вот по ссылочке где-то здесь. А мы продолжаем. В общем-то, какой смысл? Смысл в том, что человек постепенно как бы сходит с ума. У него сначала страдает самооценка, сначала он хочет, может быть, нам не показывают его психотравмы. Нам сразу показывают, сколько времени человек работает над тем, чтобы казаться каким-то идеальным парнем, который такой мускулистый, накачанный, весь боксер, атлет, котлет, все дела. В общем-то, ну и что, бизнесом занимается, денег зарабатывает. Ну, в общем-то, положительные, положительные качества, дорогие друзья. И многие бы женщины его за это на руках носили. Но вот незадача. У парня слегка едет к крыше, он слишком сильно там заигрывается со своими интригами. И вот уже перед нами, в общем-то, не просто нарцисс, а нарцисс-социопат. Чтобы не пересказывать весь фильм, я вот что вам предложу. И чтобы вам этот фильм многократно не пересматривать. Кстати, пока не забыл, вот сцена, где он приводит шлюх к себе и как он с ними занимается сексом, когда он снимает себя на камеру, когда он смотрится в зеркало. Для нарцисса это классическая ситуация секса. То есть, для нарцисса очень важно, как он выглядит во время секса. То есть, для нарцисса важно не факт удовольствия, а чтобы это было вот красиво, как в порно, чтобы, не дай бог, даже как бы двойная, да, ситуация. С одной стороны, это грязные шлюхи, которых я пригласил, и они не имеют своего мнения там и чего-то, я их могу выпянуть просто. А с другой стороны, я хочу, чтобы они восхищались мной, да. И вот этот вот момент, он даже несколько, я бы сказал, бывают шизофренно-генные, да, вот эти посылы. И это очень сложно людям переживать, да, вот эти разрывы сознания. Дальше. Что мы видим? Мы видим то, что, соответственно, человек, заигрываясь в этих интригах, заигрываясь в уже почувствовав, так скажем, вкус крови, превращается, почему я говорю, это вот такая чистая социопатия, вспомните сцену, где он бегал с бензопилой. Вот режиссер, на мой взгляд, вот это вот, то, как он это сочно, красочно все снял, он именно и захотел отобразить вот этого вот разрушения, да, социального, да, малейшего какого-то корня, и когда он уже превращается, ну, фактически, в такого классического голливудского маньяка. Но, дорогие друзья, к чему я вел, я прервался. Есть книга, по-моему, она так и называется «Американский психопат». Прочитайте первые две главы. Там описано, как они лежат на каких-то дорогих подушках, с друзьями общаются, и там именно раскрыт нарциссию. Если вы хотите понять, какими критериями думают чистые нарциссы настоящие, в быту понять, да, не без этих вот научных определений, а хотите, чтобы это было, ну, вот, так скажем, ощущение на кончиках пальцев, да, то почитайте обязательно книжку, вот эти вот первые диалоги, и этого вполне достаточно, чтобы понять вот эту вот границу, да, между истерией и когда это уже нарциссизм, как герой начинает реагировать на какие-то вещи, которые он там не докупил, не укупил, которых нет. Вот, и он это все описывает, там, автор книги это есть. Так что, в общем-то, дорогие друзья, смотрите фильмы, читайте книги. С вами был Кравцев Сергей. Я надеюсь, мы немножко с вами продолжим такую вот рубрику, такого психобзора, я бы его вот так назвал, на фильмы. И да пребудет с вами здоровье, я вас жду на своих онлайн-консультациях. Спасибо. Спасибо.